приветствую вас народ с вами варчик в этом видео я вам расскажу про 5 лучших тяжелых танков 10 уровня скажу вам по секрету они мне все безумно нравятся никаких претензий ни к одному танку нет я могу смело порекомендовать каждый там который вы сегодня увидите в видео я буду про каждый танк рассказывать коротко сжато не размусоливать на миллион часов чтобы видео было приемлемого размера но тем не менее сбоку будут вставочки с броней мы сможем посмотреть на что похоже броня танка чем он танкует и куда пробивается также будут вставочки с ттх танка есть люди которым циферки нравятся в видосе есть люди которым не нравятся всем угодить сложно так или иначе циферки будут кому надо поставить и на паузу можете каждую циферку изучить подробно ну а мы погнали топ 5 лучших тяжелых танков 10 уровня прокачиваемых танки которые могут получить абсолютно все кто их прокачает и мы начнем с шестого места t57 heavy как вы заметили мои топы очень интересные в них чаще всего танков бывает больше чем казалось бы будет почему t57 heavy здесь какое шестое место что он тут забыл все очень просто это танк обладает большой базой поклонников если в топе тяжелых танков не будет t57 heavy они меня съедят это первое второе танк настолько классный что я просто смотрю типа как так его нет вот я делаю топ тяжелых танков и нету t57 heavy что-то за топ танков тяжелых 10 уровня где его нет это тогда не топ танков это просто ни о чем смотрим броню этого танка на что она похожа такое ощущение что по ведру с мозаикой какой-то долбанули ногой мозаика рассыпалась как попало получилось коллижен модель брони t57 heavy насколько же она непредсказуемая понятное дело самые основные массивные уэзимы зоны это конечно же нлд и щеки но при этом они закругленные такие овальные и в движении когда мы попадаем не в середину нлд или не в середину щеки мы не пробиваем плюс еще в игре присутствует вбр если кто не знал вдруг и снаряд не всегда даже летит куда мы целимся и даже если мы стреляем в щеку мы не всегда в нее попадаем из-за этого в принципе часто снаряды от хэвика отлетают но и на самом хэвике когда играешь сложно сказать как правильно танковать поскольку не показать щеки невозможно единственное что можно минимизировать наш контур спрятавшись за рельеф когда мы играем от рельефа и у нас торчит одна пушка верхняя часть башни зоны которые пробиваются небольшие в них попасть сложно но если мы вылазим целиком там уже открывается и нлд щеки и дыр там много ну а дальше как повезет не надейтесь особенно на броню до снаряды будут иногда отлетать но это не сильно от вас зависит не сильно от врага зависит это такое как данность иногда снаряды будут отлетать но вы можете мешать врагу себя выцеливать двигаться занимать укрытие чем меньше вы себя показываете тем тяжелее вас пробить это понятно какие основные фишки т57 хэви за что его любят за что его не любят основная фишка это быстрый барабан обалденный дпм при этом у нас четыре снаряда в барабане с альфой 400 обычное пробитие бэбэшкой и прекрасное пробитие голдовым кумулятивом 340 что позволяет нам всяких пухленьких тяжей разбирать с кайфом но в орудии как есть и приятные стороны в виде дпм скорострельности перезарядки между снарядами перезарядки всего барабана это плюсы а минусы это стабилизации сведения и вот как раз таки сведения в последнем патче апнули танк и так нравился многим теперь он даже нравится мне хотя раньше мне больше нравился 50b сейчас мне этот этот нравится не сказать что прям стабилизации сведения стала классной но намного приятнее стало стрелять и в честь этого а по статистика т57 хэви пошла вверх и он спокойно добрался до топ 6 танков тяжелых 10 уровня он не особо то отстает но просто так получается что 6 тяжелых танков 10 уровня они все классные и они очень плотно друг другу стоят по статистике и кого-то отделять не хочется поэтому получается 6 танков также из минусов этого танчика можно отметить максимальная скорость 35 это конечно фиксится турбиной по поводу оборудования здесь на вкус и цвет все сетки и рога разные конечно же стабилизатор и турбина это обязательно а вот что третьим поставить можно и вентиляцию поставить можно закалку поставить можно и прицел воткнуть тут уже насколько у вас там свои какие-то загоны можно даже поставить экспериментальное оборудование улучшающее сведение и стабилизацию чтобы просто прям с кайфом стрелять но я думаю что турбина и стабилизатор это прям основа этого танка ну а третье оборудование там уже кто на что гораст сложно даже сказать там и у статиста у всех оборудование не одинаковое танчик очень классный рекомендую он прямо обалденный следующий танк в нашем топе открывает пятерку это т110 е5 в принципе мне этот танк нравится уже очень давно я назову сейчас наверное самую главную причину почему стрельба на этом танке это что-то что нужно именно попробовать отдельно прочувствовать и кайфануть от этого ни на одном танке в игре нет такой стрельбы настолько приятной стабилизированной точной прямо обалденный по ощущениям это тоже самое орудие как у т-57 хэви по цифрам если смотрим альфа 400 пробитие бэбэшкой 258 пробить аккумулем 340 1 в 1 как у т-57 хэви даже точность такая же 035 не помню снарядов столько же или нет 42 тем не менее сведение уже не такое же 2 секунды у хэви к 27 но наверно самая главная фишка стрельбы т110 е5 это стабилизация это что за вообще такая стабилизация прям божественная реально обожаю стрелять с этого танка на ходу на лету в кувырке это реально приятно еще с таким кумулятивом 340 реально кайфуешь что еще мне нравится если посмотреть на броню она лучше чем у хэвика если у хэвика даже снаряды там какие-то отлетают а тут тем более но все портит этот невероятного размера гроб на голове называемый лючком он не такой уж и бумажный и если попадать не в середину лючка то он еще и не пробивается я очень часто его не пробиваю даже голдой но в целом если прям в середину попадать он пробивается но если на восьмерке какой-нибудь играть то может даже пробитие не хватает даже если в середину попадешь в какой-то момент этот лючок нерфили в какой-то момент его apple и то он вообще не пробивался то легко пробивался тот так средненько как-то в общем и целом этот лючок там как отдельно от танка живет в свою игру там какую-то играет также у нас еще максималка 37 неплохая удельная мощность как для тяжа 16 опять же здесь по оборудованию кто на что гораст кто-то катается там досылатель стабилизатор вентиляции там супер стрелок какой-то кто-то ставит досылатель турбина закалка это новомодная сборка оборудование на все танки в принципе сейчас любой танк берешь ставишь закалку турбину досылатель и ты прям в тренде оборудования если 2013 году в тренде была сетка рога а третья клетка вообще пусть пустая будет то сейчас в тренде досылатель турбина закалка можно катать досылатель стабилизатор турбина можно катать досылатель стабилизатор закалка в любой этой сборке это там и будет классный Главное, чтобы вы реализовывали этот танк, ехали и играли в игру. На мой взгляд, наверное, турбина здесь обязательно и досылатель тоже. А вот стабилизатор, это уже зависит от вашей манеры игры. Четко сказать сложно, но даже если вы поставите какой-нибудь бред по типу досылателя стабилизатора вентиляции, вы все равно при нормальном скиле будете очень много на этом танке делать. Главное, не стойте в позиционке как истукан и не показывайте свой лючок. И пытайтесь находить позиции, где стена дома закрывает лючок и вы врагу показываете только часть башни, где нет лючка. В такой ситуации ваш танк практически некуда пробивать. И вы обалдеете от того, что этот танк еще и бронированный оказывается. Главное лючок куда-нибудь деть. Даже корпус можно так выкрутить, что там сложно пробить. Он там тоже весь такой овальный, непонятный. Все зависит от вашего скилла и рук. Танк настолько дает приятную стрельбу и приемлемую подвижность, что абсолютно все зависит от вас. Мне невероятно нравится эта стрельба на Т110С-5. Танк реально клевый. Да, как и у Т57 Heavy, тут двигатель, жопа корпуса, там крышка корпуса. Она такая не сильно крепкая и фугасы могут пробить вас на все лицо. Как и от арты, так и от остальных танков. Поэтому жопку надо прятать. На американских танках всегда они еще и периодически горят. Я думаю, нет смысла говорить, что у всех танков в данном топе обзор 390-400. Смысла это проговаривать, я думаю, нет. Все танки с хорошим обзором. В этом топе нету какого-нибудь ИС-3. Четвертая строчка нашего топа. АМХ 50Б. Кстати, места распределены по статистике. И я на самом деле даже согласен, как статистика распределила эти танки. Я бы, наверное, даже и не решился бы расставлять эти танки. Поскольку для меня они все классные. Возможно, первое место я бы тоже поставил на первое место. Но вот остальные танки я бы поставил в одну кучу на второе место и все. Но статистика их немножко подвигала каждый на свое место. Так и получился наш топ. И вот на четвертом месте 50Б. Это очередной барабанный танк на 4 снаряда с Альфой 400. 257 пробития ББшкой. 325 под калибером. ДПМ здесь поменьше, чем у Т57 Хэви. Точность такая же 0.35. Приемлемая хорошая стабилизация. Но сведение побыстрее 2.5. Снарядов побольше. Если мы там собрались воевать минут 15. Но вот бронирование. Броня хуже. На коллежной модельке мы видим, что практически большая часть танка зеленая дыра. Можно прям с кулака пробивать. Но иногда даже в башню рикошетит. Там всякие каемочки. Если еще там башню куда-то поднимать или снизу вверх стрелять. Иногда бывают неприятные моменты, когда стреляешь в этот танк. Но в принципе его и фугасы пробивают. И он очень огромный. Это прям какой-то надутый пузырь синий. Просто синий шар. При этом броня в корпусе есть. Если посмотреть на НЛД-ВЛД. Оно реально толстое. И поскольку в рандоме встречаются игроки, у которых беды с головой. Они умудряются выцеливать самое крепкое место в 50Б. Как вы увидите на фоне. Герой боя. Будет подставлять у нас лоб корпуса. И каждый соперник пробовал туда стрельнуть. И каждый обосрался. Это рабочий момент. Но если присмотреться в коллижен модель. Такая обманка иногда обманывает нас самих. Поскольку там как ни крути, все равно дырки есть. И если снаряд полетит там где потоньше, он пробьет. То есть там еще и доля везения конечно должна присутствовать. Но больше шансов, что ты тонканешь. Поэтому есть смысл это проворачивать. Также у 50Б максимальная скорость 65. И удельная мощность 19 с хвостиком. У этого синего шара двигатель с мощностью 1200. Это конечно жесткий агрегат. Плюс еще этим крепким носом корпуса можно таранить. И буквально некоторые танки можно целиком с тарана забирать. Какие-нибудь бумажные восьмерочки там. Или девяточки. Можно просто разрезать этим носом на корпусе. И это прям рабочий вариант. Прокачка в перках мастер тарана не ошибка. Танчик очень крутой. У него хорошо опускается орудие. Что нам не мешает. Он очень быстрый. Хороший точный барабан. Не так уж долго он заряжается. Конечно помедленнее чем у хэвика. Но хэвик медленный. А 50b он как творец. У него есть скорость. И ты можешь в бою творить что хочешь. Ты всегда везде успеешь. Этим этот танк и крутой. Тем что все в твоих руках. Ты можешь с такой скоростью вытворять такие вообще тактики. Просто обалдеть. Главное чтобы хватило фантазии. И эти тактики были не ошибочные. Мне этот танчик очень сильно нравится. В принципе как и все которые в этом видео мы будем рассматривать. Смысл этого видео в том чтобы вы на свой вкус подобрали то что вам нравится. Эти танки все абсолютно разные. И все очень крутые. Что касаемо оборудования. Самое стандартное будет вентиляция, стабилизатор, закалка. А по сути больше ничего танку и не надо. У него все есть. Вот мы и подошли к третьей строчке. И на ней уверенно находится супер конь. Главная фишка этого танка. Это конечно же комфорт стрельбы. Орудие невероятное. ДПМ классный 2.700. Точность 0.33. Сведение 2 секунды. 259 пробития ББшкой. 326 пробития под калибером. Такое ощущение что это две пары танков. Т57 Хэви и Т110Е5. И почему-то французские 50Б с супер конем. Такое ощущение что это две пары танков. Поскольку у них очень похожие орудия. В общем и целом у Т110Е5 орудие мне наверное больше нравится. Но только из-за того что там кумулятив 340. А так у супер коня орудие ничем не хуже. Даже по точности лучше. Броня у супер коня лобовая хорошая. Бортом танкуют тоже в принципе нормально. В городе можно спокойно принимать снаряды гусеницей. Но вот голдой можно пробивать маску. Особенно если стрелять под углом. Так же лючок пробивается. Особенно если враги находятся выше чем ваш конь. Если вы находитесь выше. То лючок почти нереально пробить. Он будет рикошетить. Так же у танка плохая удельная мощность. 12.3. И максималка 34. Конечно же мы сюда ставим турбину. Конечно же мы ставим сюда досылатель. Ну и угадайте что мы ставим третьим оборудованием. Конечно же закалку. Метовая сборка здесь чувствует себя очень хорошо. Ни стабилизатор. Ни что-то там еще. Этому танку не надо. Очень приятный. Комфортный. Классный танк. Как у многих остальных имбовых тяжелых танков. Корма и у супер коня слабенькая. Что крышка корпуса тоненькая. Что в принципе сама корма. Фугасы залетают хорошо. Поэтому жопу лучше не подставлять. Так же танчик горит в двигатель. Так же успешно. Как и все танки которые в этом топе собрались. Поэтому жопы не подставляем. По сути мне про танк особо сказать нечего. Каких-то огромных минусов. Или чего-то сверх естественного у танка нет. Обычное орудие. Альфа 400. Классное пробитие. Точность. Стабилизация. ДПМ. Все на месте. Комфорт стрельбы на высшем уровне. Пытаемся не стоять ниже врага. Не замирать на месте. Чтобы нам не пробивали лючок. Помним что НЛД очень бумажная. Пробивается легко. Играем через рельефики. И все будет у нас хорошо. Набить урон на таком танке не сложно. Танк очень комфортный. Да по сути все. Это настолько приятный танк. Так что он заслуженно много лет находится на высоких позициях в рейтинге тяжей. И он я думаю тут будет еще очень долго. Второе место нашего топа занимает танк, который никак не уйдет в небытие. Сначала его апали, апали, апали. Потом нерфили, нерфили, нерфили. И это чудовище по прежнему находится очень высоко. Как его не ломай. Оно выпрямляется. И снова стоит. Как и стояло. Это чудовище называется АМХ М4 МЛЕ 54. До того как начали его балансить. Там что то трогать в нем. Он находился там так глубоко. Там один из самых худших тяжей 10 уровня. Но сейчас это вторая строчка. А была первая. До того как его начали нерфить несколько раз. Что касаемо брони. В принципе он бронированный. Лобовая броня хорошая. Но лючки. Их во первых два штуки. Плюс еще и НЛД огромная. Танк сам вообще сарайный. Очень большой. Надгусеничные полки есть. Скосы на корпусе. Стоять как истукан не стоит. В позиционке он играется не очень. Из-за того что у нас пробитие голдой. Всего навсего 296 ББшкой. Да и основным 250. Плюс у нас два лючка. Которые легко пробиваются. Когда мы просто там стоим перед врагом. Через какие-то кучки перестреливаемся. Мы чаще всего будем сливаться. Причем с плохим результатом. Я конечно же рассматриваю альфовую пушку. С альфой 560. Поскольку второе орудие альфа 400. Да там основным пробитие 270. Это невероятно. И голда 315. Там и точность 0.33. Сведение 1.8. ДПМ 2.400. На альфовом орудии тоже ДПМ 2.400. Но вот сведение 2.5. Точность 0.36. Понерфили очень сильно стабилизацию. Понерфили точность. Сведение тоже понерфили. Перековыряли эту пушку так сильно. Что она реально стала корявой. Но я вот перед тем как это видео делать. Поиграл немного на этом танке. И он все равно играбельный. Да стало неприятно. Прям заметно что орудия испоганили. Но все равно за счет своей мобильности, активности, альфы он набивает свой урон. Да он стал это делать тяжелее. Не так стабильно. Не так приятно. Но он по прежнему работает. Это как шестеренка. Добротная которая всю жизнь работала. Она продолжает работать. Просто немножечко уже так затерлась. Не такая свежая и блестящая как была раньше. Но по прежнему крутится. Конечно теперь в первую очередь советовать этот танчик не охота. Поскольку его сколько патчей подряд кромсали прям как могли. И стрелять теперь реально не особо приятно. Вот если посмотреть на все орудия, которые есть в данном топе у всех тяжей. Они все классные, обалденные. Единственное кривоватое орудие, которое в данном топе есть. И не славится своей там супер приятностью. Это наверное вот Т57 Хэви. И то там приятность подросла. И теперь вот у АМХ М4 МЛЕ 54. Тут тоже приятность теперь неприятная. В плане стрельбы. Но до нерфа это орудие тоже было одно из самых приятных. А теперь оно вот как дробовик какой-то. В целом реально это вот за счет мобильности катаешься и с дробовика гасишь по 560. Причем иногда такая альфа вылетает, что просто обалдеваешь, что он чуть ли не под 700 может вылететь. Что еще хочется сказать про этот танк. Максималка 35, удельная мощность 15. Катать этот танк без турбины это прям ужасно. Реально вот просто жуть. Поэтому что хочу сказать про оборудование. Досылатели турбины это наверное основа. И от нее уходить не стоит. А вот потому что понерфили стабилизацию очень сильно, наверное стоит поставить третьим оборудованием стабилизатор. И даже он полностью не компенсирует тот нерф, но хотя бы большую часть нерфа ликвидирует. И орудие станет более-менее приемлемым. Но я играл вот без стабилизатора. И скажу, что стрельба ну неприятненькая. Хочется убрать закалку и поставить стабилизатор. Но турбину вообще не хочется снимать. Ездить 35 еще и с так себе удельной мощностью никакого желания нет. Поскольку у нас нету комфорта игры в позиционном бою. Где мы там от кучек, от рельефа. У нас пробитие так себе и лючки очень сильно мешают тем, что их легко пробить. Я считаю, что на этом танке нужно играть в активный геймплей. Поэтому турбина, досылатель, стабилизатор. Но если вас не смущает кривизное орудие, то можно попробовать и, как раньше, турбина, закалка, досылатель. Но это будет прям вызов вашим нервам, когда вы будете видеть эту стрельбу. Придется прям попотеть. Удивительно, что танк с такими параметрами набивает такой невероятный результат. И тут скорее, наверное, решает то, что альфа 560. С ДПМом 2400. Ему же еще и ДПМ понерфили, насколько я понимаю. И точность, и сведение, и стабилизацию там процентов на 40. И он по-прежнему жив. Это терминатор. Вот мы и подобрались к первой позиции. Конечно же, вы уже должны были догадаться, что на первом месте у нас ВЗ-55. Этот танк уже давно находится высоко по статистике. Это потому, что даже обычные, средние, какие-то даже слабые игроки показывают среду гораздо выше, чем на всех остальных тяжелых танках, которые они катали за все время. Это все благодаря фишке этого танка, а именно втором альтернативном орудии, барабанном. Этот барабан и позволяет нам набивать очень много урона и держать высокую средуху. Орудие очень быстро перезаряжается, барабанное на два снаряда. И очень быстрая перезарядка между снарядами. Это дает нам возможность наказывать за любую ошибку тысячи урона. Плюс у нас есть максималка 50, и мы всегда успеем по бою, чтобы везде всех наказать этой тысячей. Даже если мы где-то ошибемся, туда-сюда мы перезарядимся и опять выдадим тысячу. Поэтому средуха у всех высокая на этом танке, и он реально подходит под нынешний геймплей игры. Очень быстрый, крепкая башня, броню если посмотреть, корпус конечно во лбу дырявый, даже в ЛД так себе. Но вот лоб башни очень крепкий, но лючок конечно же подводит. Он есть, он пробивается несложно, но он не сказать, что большой, но в принципе в него попадать несложно. Лючок пытаемся прятать. Также еще очень крепкий борт, от борта танковать в самый раз. ВНы не сильно большие, но их достаточно. У нас вот на первом месте долгое время был АМХ М4 Млэй 54 по статистике, его понерфили прям в хлам. Но он все держится, и теперь он на втором месте. Думаю, что больше его нерфить не будут, поскольку да уже некуда, там уже реально прям жалко танк. Теперь следующий у нас на очереди видимо ВЗ-55, но я надеюсь, что лучше они пусть введут какую-то новую имбу, которая обгонит ВЗ-55, чем будут нерфить еще и ВЗ-55. Хотелось бы хоть на каком-то танке с кайфом играть. Мне невероятно сильно нравится ВЗ-55. Все танки, которые в этом топе, в этом видосе мы смотрели, они мне все нравятся. Я даже затрудняюсь сказать, какой из них хуже или лучше, если все эти танки рассматривать отдельно от ВЗ-55. Поскольку ВЗ-55 для меня всегда на первом месте. Он дает невероятный геймплей и кайф именно с этим орудием на два снаряда. Любая ошибка, пыщ-пыщ, тысяча урона, пыщ-пыщ, тысяча урона. И так постоянно. По цифрам кажется, что точность 0.38, сведение 2.7. Так себе казалось бы неприятные цифры, но... С полевой модернизацией на точность, с доппайком, с вентиляцией точность получается нормальная, сведение нормальное. Плюс еще там можно инструкцию какую-нибудь воткнуть. Или на стабилизацию, или на вентиль. Либо же на плавный ход. По сути получится неплохо. Орудие реально комфортное и классное. Единственное, что пробитие голдой 306. Вы представляете, что даже с таким пробитием этот танк так жестко им будет. Но так или иначе, фишка этого танка в том, чтобы за счет скорости, мобильности, успевать так подъехать, чтобы наказывать врага тысячи урона с барабана. И мы можем это делать настолько часто, что средуха у всех получается очень высокая. Даже если у вас руки похожи на клешни. Конечно, прискорбно видеть игроков, которые выкачивают десятку и катаются на цикличной пушке. Она прям вообще так сильно проигрывает барабану, что смешно, что она вообще у этого танка есть. По оборудованию у меня лично стоит стабилизатор, вентиль и закалка. Можно, конечно, еще поставить вместо вентиля турбину. Это уже на свой вкус. Что касаемо полевых модернизаций. Я про каждый танк отдельно не говорил. Но в общем и целом она почти везде качается одинаково. Проходимость грунтов, улучшение точности, защита от фугасов, увеличение максимальных скоростей, защита внутренних модулей, увеличение хп. В принципе, там больше особо выбрать нечего. Все танки в полевой модернизации прокачиваются одинаково. Там просто нет смысла выбирать другое. Поскольку, ну а что нам нужно? Защита от арты, максимальная скорость, улучшение точности. Все. Нам больше ничего не надо в этих боях быстрых по 3 минуты. Поэтому я не знаю, что там про каждый танк размусоливать, про эти полевые модернизации. Они в общем и целом одинаковые почти везде. Мне даже неинтересно их особо рассматривать. Вот такой вот у нас топ 5 в скобочках 6. Все эти танки мне безумно нравятся. Особенно в EZ-55. Надеюсь, его трогать не будут. Пишите свое мнение в комментариях. Как вам видос? Все ли в нем вас устраивает? В последнее время вы очень требовательные. Пытаюсь прислушиваться. Но всем все равно не угодишь. Если досмотрели до конца, это круто. Спасибо огромное. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи. Играйте красиво. Пока.